Доложите, пожалуйста, как идет строительство транспортно-пересадочных узлов. Вы закончили, у вас еще сколько? Около 40 за вами начислятся. В каком графике вы работаете, когда закончите основную массу плоскостных парковок и транспортно-пересадочных узлов? Как идет проектирование капитальных транспортно-пересадочных узлов? Доложите, пожалуйста. В соответствии с соглашением, которое подписали между правительством Москвы и Ржавелья, мы отвечаем за реализацию программы строительства транспортно-пересадочных узлов. У нас 57 транспортно-пересадочных узлов, из них 40 плоскостных и 44 капитальных. На сегодняшний день мы находимся на очередном транспортно-пересадочном узле. Дмитрия Донского мы сегодня смогли создать вместе с Департаментом транспорта комфортную транспортную схему. Мы создали парковочное пространство, обеспечили систему безопасности. Парковочное пространство, больше 140 парковочных мест, охраняемая территория, больше 100 парковочных мест. Здесь не будем проходить, но возможность для бесплатной парковки, хорошие зоны для таксомоторов, операторов, для операторов маршрутных. Все это, надеюсь, создать комфортные условия для жителей и гостей столицы. В рамках программы, в соответствии с графиком, на сегодняшний день у нас идет работа по крупным. Мы давали поручения по Выхинам, мы его заканчиваем. Там была большая массивная работа, вместе с коллегами из правительства Москвы мы активно работали. В соответствии с графиками мы вам докладываем почти все транспортные узлы, которые мы запланировали. В этом году сколько будет? Минимум 30 штук мы сдадим. Помимо этого, хотелось бы отметить, что мы совместно с коллегами ведем активную работу по проектированию капитальных ТПУ. Так как вы поставили абсолютно новую задачу не только для Москвы, но и в принципе в мире, она только-только реализовывается, то, конечно же, эта работа требует высокой компетенции. И наши коллеги, и коллеги из правительства Москвы сейчас активно ее нарабатывают. Мы подготовили проектное решение сейчас и схемы по всем транспортным узлам 44. Ну и в плановом режиме сейчас работаем уже с профильными службами, с Московым архитектурой, с департаментом транспорта, с департаментом капитального строительства. Ну и в плановом порядке выносим их на рассмотрение. Естественно, как вы поставили задачу, мы в первую очередь учитываем пожелания жителей, и поэтому и слушание, которое мы вместе с руководителем... Основой всех транспортных пересадочных узлов должно быть пересадка пассажиров, это логистика движения пассажирского наземного транспорта, это стыковка с метрополитеном, с железной дорогой, с платформами железной дороги, с пригородом, и уже во вторую очередь всю остальную серию с обслуживанием, какие-то локальная торговля сопутствующие и так далее. В первую очередь это должно быть для пассажиров. Да, Сергей Ильич, конечно, мы особое внимание уделили не просто логистике, не просто созданию комфортных и качественных услуг для пассажиров, принцип сухого пассажира, который дает возможность ему за короткое время получить максимум транспортных услуг в первую очередь. В любом транспорте у нас большое внимание уделило технологии, в том числе технологии, связанные с пересадкой и оставлением личного транспорта на охраняемых территориях в рамках капитальных ТПУ. Во всех транспортных услугах у нас огромное парковочное пространство, которое мы заполняем в рамках проекта. Да, хорошо, есть. Спасибо. Где у вас автобусы, где они разворачиваются, как они берут пассажиры? Здесь часть остановок. Мы, благоустройство тоже затронуло эту всю платформу. И дальше мы планируем, что в следующем году сделаем несколько карманов здесь и немножко дальше. И вот тот, что старый был, доделали вот здесь. Есть представление, как будет стыковаться с новой станцией Старокачаловская, продление Бутовской линии? Сейчас с проектными организациями работаем, пока не готовы. У нас проект в ноябре заканчивается, делает наш институт городской. Вы активно работаете с строительным комплексом. После того, когда они закончат новую станцию, этот транспортный узел должен быть интегрирован. И та новая станция, и эта станция, потому что это единый поток пассажиров. По сути дела, единые транспортные узлы. Василий Алексеевич, по вашему поручению, была задача перехватывающих парковок. Она у нас первый такой уровень здесь, следующая станция Анина. Мы стараемся, пусть даже небольшими такими вещами, но сделать так, чтобы была возможность на подъездах из области оставить машину и воспользоваться линиями. Времени очень немного осталось до пуска станции. До конца года будет запущено. Все проектные решения должны быть скорректированы с учетом пуска новой станции. Да, мы синхронно стараемся. Хорошо.